здравствуйте на сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим как изготавливали матрицу для хвостовой балки вот две таких вот уже хвостовых балки мы сделали это первая тестовая так сказать вот тут небольшая дырочка у нас получилось вот еще одна совсем уже прекрасная блестящий красиво процесс изготовления матрицы начинается с того что на компьютере была изготовлена так сказать модель в электронном виде и потом на основании этого были напечатаны на 3d принтера отдельные части вот этой хвостовой балки которые были затем на шпильке 8 8 миллиметровый собранные все стянуто таким вот отдельными кусочками здесь вот даже я не знаю наверное видно и на небольшие трещинки они образовались когда мы все это извлекали из матрицы затем все все было отшлифована покрыта праймером для пластика и покрашена двухкомпонентной автомобильной эмали на два раза и затем автомобильная эмаль была дополнительно отполирована при помощи 3мовской тоже автомобильной пасты для получения такой блестящего глянцевого слоя хвостовая балка изготовлена овальное сечение ну по поводу последних так сказать тенденции в развитие этого класса модель вот по поводу овального сечения она такое такая конструкция позволяет хорошо распределять нагрузки от хвостового оперения которая достаточно большая такая балка в смысле длинная вот затем была была изготовлена такой сразу так стапель вот который состоял из двух половинок была вырезана в размер заготовки такое отверстие и также для того чтобы балка не прогибала здесь вот были установлены такие поддерживающиеся штучки поддерживающие чтобы балка не прогнулась в процессе формирования этой затем заготовка была уложена и самое началось самое трудно мы подгоняли заготовку так чтобы она утопилась вот точно на половину после после в подгонки значит была разведена эпоксидная смола с микросферой смола была налита шприц вот и пока она у нас маленько загустевала но хоть и туда и был заложен загуститель в смолу но нам нужно было чтобы она была достаточно такая ну консистенции скажем так сметана достаточно жирная сама заготовка была натерта разделительной ваксой на несколько слоев с располировкой и уложена вот сюда затем вот эти вот щели которые тут образовались ну буквально там миллиметрик щели были пролиты и шприц вот на заготовлены наши микросферы с эпоксидной смолой и все это оставлено для застывания после застывания конструкции была излечена волка весьма аккуратно и поверхность была зачищена шкуркой вот в ноль скажем так в ровную поверхность для того чтобы верхняя и нижняя половинка нашей формы хорошо разнималась вот видите состав практически не протек до был достаточно густой практически не протек туда вниз и затем когда все было шлифована все было ваксой так сказать навакси на на несколько раз и затем сюда вот уложена была заготовка тоже навакси на были прикручены стенки с четырех сторон в размер они были тоже оклеены скотчем но для того чтобы смола не прилипала и вся эта наваксиная штука была уже на готовых затем был разведен гелько вот такого зелененького цвета красивенько и вся заготовка была сначала пролита спиртом пва ну чтобы хорошо разделялась и все было подсох и потом было залита гелькоутом гелькоут мы маленько разжижали чтобы он хорошо тек при помощи обыкновенного фена для волос вот он дает стабильную температуру в районе 70 80 градусов гелькоут был подогрет чтобы он хорошо стекал и вся заготовка была залита вот гелькоутом после этого после этого гелькоут у нас оставалось примерно полтора часа для того чтобы он принял необыкновенную жесткость чтобы при формировании матрицы мы не продавили гелькоут нами был была нарезана заготовка вот и стеклоткани заготовку мы резали роликовым ножом по одной простой причине что ножницами резать его нереально она очень сильно сыпется по краю вот видите когда мы уже все закончили я на всякий случай вот проклеил края заготовки чтоб не сыпалась и мы все это отложить на на одну сторону у нас ушло примерно 15-20 слоев стеклоткани то есть стеклоткани укладывалось вот сюда вот поверх гелькоута и на стенке вот так вот ну основная значит тормозная так сказать и причина то что стеклоткань мгновенно не пропитывалась эпоксидной смолой нам пришлось какое-то время ждать чтобы связующая проникла между волокнами стеклоткани мы придавливали кисточками в некоторых случаях руками и так мы наложили 15 или 20 слоев после этого вся эта арматурина была оставлена на двое суток когда все значит у нас застыло при помощи болгарки мы отрезали все лохматушки вот так вот по краю вот извлекли одну половинку формы после после этого мы после этого мы сняли боковинки и на на эту на эту форму мы прямо прямо на эту форму мы прикрутили боковые стенки и заложили второй слой таким образом у нас вот получилось вот двухсторонняя заготовка матрица для формирования вот этого хвоста хвостовой балки такой то есть у нас на сегодняшний день изготовлен фюзеляж и изготовлено хвостовой балки вот так вот получился вот такой планер немаленького размера конечно на этом пока все заходите на наш канал я расскажу вам подробно о том как мы формировали вот хвостовую балку без углепластика на этом до свидания